Ну что, аборт или рожает? Муж-то что говорит? Да какой это муж? Сколько недель? Десять. Ну так что? Муж-то работает? Да не очень. А живы-то есть где-то? Не красной нитью, хотя красного цвета в картине предостаточно, а конвейером проходит через все ее сцены вопрос выбора для молодых женщин – оставить ребенка или сделать аборт. Впрочем, выбора-то как раз и нет. Конвейер работает как часы, и запускает его сама женщина, которая даже не борется за то, что ей принадлежит по праву еще до появления на свет. Ведь против исполнения ее главной миссии на Земле, как неудивительно, включаются родители, друзья и подруги, доктора и само государство. У каждого свои выгоды. За аборт 3890 рублей 30 копеек. А за роды? Роды 20 819 рублей. Получается, роды выгоднее? Нет, не выгоднее. Роды – это 9 месяцев работы. УЗИ, анализ, прием, диагностик, направление, стационар. К тому же, чтобы получить эти деньги, ребенок должен родиться женой. А если, дай бог, какая-нибудь пленатальная смерть или смерть матери во время рода, этих денег не увидите, несмотря на то, что 9 месяцев работают. В фильме «Право выбора» обозначена важная проблема. Наше общество глубоко больно, и лечить его должны. Те же врачи, которым и дана миссия дарить жизнь. Правда, сначала им придется вылечиться самим. Это и пытается сделать главный герой киноленты – новый главврач роддома, где происходят основные события. Точнее, не события, а натуралистичные эпизоды, от которых стынет кровь и текут слезы. 70% беременности в нашей стране заканчивается абортом. Любая женщина считает, что беременность можно прервать – это варианты добра, более хорошей судьбы для себя и для ребенка. Потому что деньги будто бы появятся. Метраж будто бы появится. Отношения с мужчиной будто бы улучшатся. Отношения с матерью, которая направляет на аборт, будто бы тоже станут лучше от того, что она убьет собственного ребенка. Проблема в том, что все будет только хуже. Аборт только ломает себя. И ребенок – это шанс стать лучше. Фильм оголил проблему утраты морали и нравственности в нашем обществе. Называя аборт убийством, авторы фильма показали, как эта, казалось бы, обычная, несложная медицинская операция растворяет главное предназначение врача, уродует его душу, а женщину превращает в преступника. Съемки были безумно тяжелые. Тема тяжелая, язык специфический. Образ, который мне предложили, он совершенно не совпадал с теми данными внутренними, которые мне есть, которые мне до этого предлагали. И чисто человеческий я отторгала изначально, когда прочитала сценарий и мою героиню. После сцен с участием девочек-подростков, в жизни которых секс, аборт, татуировка и селфи – ничего не значащие обыденные эпизоды, зрители пребывают в настоящем шоке. Они так живут или они так играются? На протяжении всего фильма зрители недоумевают, но больше плачут. Слезы появляются в те моменты, когда молодые девочки борются за право родить или раскаиваются из-за неправильного выбора. В такие минуты появляется надежда. Не все так плохо. Данный свыше материнский инстинкт сильнее бюрократии. Бездушия, моды и государственные машины, которая пока еще везет всех в пропасть. У меня четверо детей. Я часто лежала в сохранении наших отечественных роддомах. И система такова, что лежат рядом женщины, пришедшие на прерывание и лежащие на сохранении. Мне стало интересно, как режиссер, что это за проблема, что чувствует женщина. И вот в тот момент я погрузилась и выгрузиться уже не смогла, потому что я увидела такой пласт боли, пласт раскаяния и крика, почему меня никто тогда не остановил, почему меня никто не поддержал. И с этим женщина живет дальше. И психике это переварить сложно, потому что вся ее психика говорит о том, что это не было что-то ординарное, это было убийство. И несмотря на шок и катарсис, который одновременно переживает зритель, из-за выбора главной героини свет в конце тоннеля появляется. Пусть пока только в виде надежды на изменения. Остается добавить, что фильм «Право выбора» создан на деньги, пожертвованные обычными людьми. Его можно будет посмотреть в социальных сетях. Татьяна Крючкова, Андрей Сабитов, телеканал Волгоград-1.